Значит, и мы видели пример такой политики по-вашингтонски в Бразилии недавно. Было суперпопулярное правительство, отстаивающее интересы народа. Но госпожа Дима Русь, которую я даже лично, в принципе, знаю, и не имел с ней возможности, правда, разговаривать подробно, но то, что они пошли по пути валютного фонда, для меня это было очень странно. Левое правительство Бразилии, в общем-то, избиратели которого это простые люди, зачем-то позволило Центральному банку проводить политику Международного валютного фонда. То есть только два таких центральных банка есть в мире, российский и бразильский. Они строго выполняют рекомендации МВФ. В Бразилии это в итоге привело к тяжелейшему экономическому кризису, потом к политическому кризису и к хаосу сегодня. Значит, слава богу, благодаря авторитету нашего руководителя ситуация держится под контролем социально. Профессор Тролль, доктор экономических наук, пропагандист. Есть среди российских представителей экономической теории и государственного интервенционизма разные люди. Допускаю, что отдельные заблуждаются искренне, но нравится им шаманское жонглирование экономическими модельками, формулами и уравнениями. Другие просто отрабатывают свою зарплату, задания в проектах, или не парятся по поводу научности или валидности своих изысканий. Есть особая категория людей, которая прикрывается ширмой экономист для ведения идеологической войны, распространения фейков, пропаганды большевистских идей и ненависти к Западу. Один из них – это Сергей Глазев. Он доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Глазев. Этот товарищ давно замечен в подтасовках, терминологическом шулерстве и дискредитации своих оппонентов. Но в последнее время он вышел на новый уровень генерации фейков и лжи. Вот его высказывания в программе «Пранько экономика». Вот эти гарвардские мальчики, которые до сих пор почему-то у нас пользуются спросом на государственной службе, они же у них и в Вашингтоне, и в Гарвард-Бостоне, но МВФ в Вашингтоне там в основном прокачивают мозги, им внушают такую мысль. И в любой книжке «Либертарианского толка» вы можете это прочитать, что непопулярные решения нужно принимать на фоне взлета популярности власти. Потому что когда власть будет непопулярна, непопулярные решения, не на кого будет переложить за них ответственность. Поэтому прочитайте любых этих горе-реформаторов, мемуары, которые свои народы, так сказать, осчастливили либертарианскими реформами, они это для них, они же не отвечают. Вот эти люди, которые готовят, ответственность несут политическое руководство. Поэтому они для того, чтобы протолкнуть свои эти простенькие идеи, каким кажется очень правильно, хотя на самом деле здесь, еще раз скажу, просто хуже воровства, они убеждают политическое руководство в том, что вот сейчас как раз, когда есть доверие к власти, значит, есть авторитет власти, вот народ можно будет убедить пойти на непопулярные реформы. Сергей Глазев активизировал кампанию по шельмованию либертарианства. Вдруг почему-то его занесло в эту тему. Занесло в сферу, в которой он ни черта не соображает, а просто лепит, что попало. Его высказывание, отражение текущего состояния информационной войны Кремля и его сторонников против идей свободы и ценностей Запада. Перед нами грубейшая подмена понятий, притягивание за уши чего угодно, лишь бы пнуть идейного врага. Сергей Глазев даже глазом не моргает, когда несет откровенную чушь. Смотрите. Чушь первая. Гарвардские мальчики пользуются спросом у Владимира Путина и Кремля. Им прокачали мозги в МВФ, Вашингтоне и Бостоне. И, следуя логике шамана Глазева, отправили в Россию на спецзадание внедриться в Кремль, войти в доверие к Владимиру Путину и проводить экономическую политику по лекалам то ли МВФ, то ли Гарвардского университета. Получается, что либо Владимир Путин – это легковерная марионетка Вашингтона, которой можно манипулировать, либо Кремль настолько спрятал за своим русским миром свое западничество, что только таким инсайдерам, как Глазев, открылось его истинное лицо. Вот таким вот мазком слова советник российского президента опустил своего босса, а также размазал пополу уважаемый американский университет. Даже левацкое МВФ незаслуженно обвинено в тех безобразиях, которые творят номенклатурно-силовые кланы. Чушь вторая. Либертарианцы проводили реформы в переходных странах, в том числе в России. Вот это поворот. Львиная доля российских политиков, экономистов и подавляющее большинство обыкновенных россиян слово либертарианство-то едва выговорят, а тем более его суть понять. А тут по Глазеву бедную Россию изнасиловали реформаторы-либертарианцы. Кто? Черномырдин или Медведев? Ну, явно не Гайдарли Касьянов, которых давно зачислили в разряд либералов. Или Шойгу, Кириенко, Сечин, Набиулина-то что, скрытые либертарианцы? Приемы Глазева прямой линейны и топорны. Если что-то не нравится в политике, нужно это назвать либо проявлением либерализма, либо, и это новое веяние, либертарианством. Сам факт, что Глазев выучил это слово, говорит о том, что идеи свободы завоевывают все новые и новые высоты. А идеологи Кремля и русского мира не находят ничего лучшего, как назвать пенсионное, налоговое и регуляторное издевательство над Россией либертарианскими реформами. Это как назвать Гитлера сторонником иудаизма, Сталина гуманистом, а Лукашенко современным демократом и борцом за права человека во всем мире. Чушь третья. Простые, понятные людям реформы – это хуже вороства. Это чтобы вообще все рыночные преобразования, процессы расширения сферы свободы, предоставление гражданам свободы выбора дерьмом замазать. Сергей Глазев давно призывает к ней о большевизации России, превращение ее в замкнутую, агрессивную в отношении своих граждан и всего мира империю. Трудно сказать, почему он в качестве жупела в борьбе за влияние на Путина коммунист Глазев выбирает именно либертарианство. То ли это глубокое невежество в сфере современных идеологий, то ли банальная лень узнать хотя бы определение политической философии либертарианства. Ведь маломальский образованный школьник способен установить, что философия и идеология свободы, самопринадлежности, которые составляют суть либертарианства, и современное российское руководство – это как бог и черт. Мы спросили у предпринимателя и экономиста Дмитрия Потапенко, насколько опасно то, что в современной российской пропаганде, ярким представителем которой является Сергей Глазев, действует принцип «чем грубее и вульгарнее ложь, тем больше шансов у нее добить остатки здравого смысла и способности думать у россиян». Детели гений, я бы здесь оценивал следующее. Глядя на российскую пропаганду, в том числе и так называемую в экономической сфере, ее задача достаточно проста. Ее задача – сделать опознавательные знаки свой, чужой. Так уж получилось, что я наблюдаю за условным изменением пропаганды достаточно давно. Ну, еще, как я уже говорил, я видел похороны пяти вождей, и, к сожалению, методички остались те же самые. То есть, ну, если раньше выходили люди на демонстрации с программой «Нет американскому империализму», «Нет программе СОИ» и там далее везде, то потом, как вы помните, поскольку у нас были некие посылы, да, или позывы изменить в сторону некой демократии, то через очень короткое время появилось слово «дерьмократ». Сейчас оно не так часто используется, но, тем не менее, то есть, как вы видите, логика взять слово, потом его переврать в какую-то, это по-прежнему работает. Значит, меня, конечно, печалят здесь даже не столько, как не покажется странно, эти идеологи, в том числе и ребята, которых я знаю, которые работают на оптовиков, там, Сережа, как обычно, привет. Как вы знаете, мой канал, и мы уже это с Женей оцениваем, как, в общем, признание и, в общем, некоторую медаль. Он находится в мониторинге. Ребята периодически работают, пусть не так активно там с точки зрения, ну, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы они более были, скажем так, уникальны, разнообразны, потому что, видите ли, я не воспринимаю их, во-первых, идеологическими врагами, а, во-вторых, мне бы хотелось бы, знаете, ну, поскольку вы все-таки все равно, ребята, сидите за деньги, ну, хотелось бы, чтобы, ну, был какой-то более изящный, что ли, эпистолярный жанр, чтобы вы, ну, не полились совершенно в открытую, когда вы, там, разыгрываете сценку, там, 2 плюс 1, когда вы сами с собой работаете. Поэтому в данном случае, когда мы видим, вот, попытку, вернее, не попытку, а вот вытаскивание того же потертого штампа и потертой чучелки врага, неважно, какой он, в данном случае, это, если говорить с точки зрения пропаганды, вытаскивания или создания внутреннего врага, это, конечно, все, хоть и печально, но это работает на массу. И здесь вопрос, собственно говоря, к нам, с вами, дорогие россияне. Если для нас это работает, то в целом можно поздравить Ольгинских с их заслуженной победой или с их успехом, потому что, ну, вот, я могу сказать, что, там, даже люди образованные, я сейчас применю еще один, покажу вам еще один идиотский штамп тоже, который имеет отношение к экономике. Люди образованные регулярно говорят, ну, а что мы это, правда, что это мы, правда, не продаем наши товары за рубли. Ну, то есть, вот, в трезвом, не здравой памяти, или говорят, вот, смотрите, мы сейчас перейдем в наших расчетах с Турцией в национальные валюты и к доллару кирды. Ну, вот эти два тезиса я сейчас как раз попытаюсь вам раскрыть. Милые мои, хорошие, вот представьте, что вы пришли на базар с молоком. Молоко всем нужно, и у молока есть, как и у молока, есть какой-то спрос. Есть какой-то даже дефицит молока. И вы говорите, вы знаете, я буду торговать молоком в Кувейских тугриках. Ну, в целом, наверное, покупатели, конечно, придут, пожмут плечами, скажут, братан, все, конечно, хорошо, но все в основном продают за доллары США. То есть, кроме того, что вы сами себе ограничите количество покупателей, потому что никто морочится, не будет устраивать себе, в общем, какие-то ралли по переводу курса одного в другое. Либо второй вариант, который только в этой случае возможен, когда вам скажут, окей, хорошо, мы будем работать с тобой в Кувейских тугриках, но только ты лично демпингуешь, то есть ты скидываешь, то есть ты вот эту разницу по переводу долларов в твои тугрики и зачисления их тебе, ты берешь на себя. Поэтому вы когда наивно думаете, что это вам, вам, и тому, что ошибочно называют государство, принесет деньги, вы очень сильно наивные люди. Вторая история, соответственно, это по поводу того, не по поводу того, что если мы перейдем в так называемые национальные валюты. Национальными валютами вы можете рассчитываться где угодно, только, милые мы хорошие, а какой курс национальной валюты одной к другому? Вам это может не понравиться, но все равно пересчитывать вы будете через доллар. И можно точно так же устроить такой же вот этот переброс. Можно, но только комиссию вы заплатите. Поэтому возвращаясь, соответственно, к посылу по поводу того, что во всем виноваты биртарианты или вообще либералы, могу сказать следующее. Либеральной экономики у нас никогда не было, а либералами у нас и в, если мы говорим о классическом понимании, либерасьон с точки зрения свободы, у нас даже близко не попахило. А вот погонами и портянками у нас по регулированию экономикой пахнет на протяжении последних 20 лет. Поэтому если называть погоны и портянки либералами, тогда да, тогда нами управляют либералы. Боюсь, что их слишком много. Тут главное понять, в каких они погонах, эти самые либералы с портянками. Как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует...